Следующий бой, это бой, который будет закрывать прелимы Джон Филлипс будет встречаться с Чарльзом Бёрдом Джон Филлипс, боец из Уэльса Тренируется в SBG На данный момент 21.6 рекорд В общем, что могу про него сказать У этого бойца на данный момент только один бой за всю его карьеру дошел до решения Это в 2008 году поражение от Тома Уотсона Все его бои, как победы, так и поражения неизменно заканчивались досрочно Причем, как правило, в первом раунде Очень редко даже во второй заходя По сути, какая-никакая оппозиция у него была Он выступал преимущественно в Англии до этого Дрался в организациях Кейдж Варьер, дрался в организации БАМа Это все-таки для Англии такие центральные организации Ну, повторюсь, оппозиция более-менее у него была Чей Кон, например, Джесси Тейлор Крис Филдс тоже Проигрывал он, как я и сказал, Тому Уотсону Проигрывал Джиму Волкоду, кстати, который тоже в UC сейчас выступает Что касается его вообще стиля ведения боя Ну, опять же, смотря на его рекорд Этот стиль можно прочитать даже несмотря на его бои Он весьма и весьма агрессивно себя ведет Постоянно идет вперед Наносит тяжелые удары, вкладывается в них Ну, он, кстати, в партере тоже опасен И тейкдауны тоже периодически проводит Но в основном все-таки бьется в стойке И чувствует себя в стойке хорошо Что касается внешнего его вида Знаешь, он такой достаточно Ну, в теле, в общем, парень Он выступает в 185 Этот бой тоже будет в 185 Но вешает он, как правило, значительно больше Кстати, крайний бой его вообще был в договорном весе 198 фунтов Ну, а что касается его соперника Ну, здесь вот уже поинтереснее, как мне кажется Чарльз Бёрд попал в UFC через организацию Через шоу Дана Уайт Контендер Сериес Причем, чтобы попасть в UFC Ему пришлось аж два раза выступить в этой организации Причем оба боя он закончил досрочно Вообще, отмечу, что на данный момент у Бёрда всего 4 поражения И, ну, вот, первые два поражения Они были в самом-самом начале карьеры Это первые три боя В 2009 и 2010 году Ну, причем вообще одной дисквалификации Затем поражение от Дерека Кранца Кранц является, ну, достаточно неплохим за пределами UFC бойцом И поражение от Баяна Величковича Причем, опять же, этот бой есть в сети Бёрд очень и очень его неплохо провел И доставил Величковичу много проблем Бёрд предпочитает в стойке драться Достаточно хорошо себя чувствует Но вот с борцами есть у него некоторые проблемы Вот Величкович за счет этого его выиграл И были у него проблемы как раз на шоу Дана Вайт Контендер Сериус Оба бойца ему достались борцовской техникой Они пытались его бороть Но он этот аспект уже тоже подтянул И могу я сейчас сказать, что борется он очень даже неплохо Как защиток, так и просто сама борьба Вот, но здесь вряд ли это будет иметь значение Потому что, скорее всего, Джон Филлипс в борьбу не полезет Здесь будет стойка В стойке, ну, Джон Филлипс, учитывая вот этот его стиль Эту агрессию, постоянную напирание Вкладывание удара Он, конечно, имеет всегда шанс нокутировать Потому что у него крайне тяжелый удар Просто вот советую даже один из крайних его боев Посмотреть с Чейком Коном Он там просто вырубил его наглухо с одного удара Это прям очень жестко было Но все-таки я полагаю, что Как более разносторонний боец Чарльз Бёрд здесь должен одержать победу И победу, ну, вполне логично, что досрочную Ты что думаешь, Андрюх? Я бы порекомендовал все-таки воздержаться здесь на самом деле Потому что бойцы еще, в основном, в частности Бёрд, достаточно сырой У него, он себя прокачивает Он прокачивает take down defense, свою борьбу Но тут такие, скажем так, уровни, где еще достаточно много ошибок совершают И в случае с бойцами, у которых почти все победы нокаутом Как ты говоришь, у соперника есть возможность там выключить одним ударом Завершить бой Это достаточно рискованно В любом случае, с точки зрения стиля У Бёрда, конечно, есть преимущество Он более разносторонний И, в принципе, свои прокаченные навыки борьбы Может показать и в атаке, допустим Попытаться измотать своего оппонента на земле Но каждая секунда боя в стойке Это просто, ну, скажем, подбрасывание монетки Там может быть все закончено в любую минуту Ну, смотри тогда, с точки зрения ставок Как думаешь, total меньше здесь, возможно? Возможно, total меньше, возможно, no decision Тут-то такие вот варианты есть И стоит подождать линии, что нам предложат по вот этим вот исходам Ну, я думаю, то, что данный бой вряд ли до решения дойдет Да, согласен Ну, что ж, здесь, как бы, достаточно подробно Я все описал, давай-то дальше пойдем Бой, который открывает при Лиме Точнее, открывает мейнкарт, прошу прощения Леон Эдвардс против Питера Субботы Леон Эдвардс 14-3 Просто прекрасно себя, по моему мнению, в UFC показывает Вообще, как бы, если просто по его карьере пройтись, да У парня три поражения Но первое поражение в 2012 году это была дисквалификация То есть, по сути, это не поражение Затем Клаудио Сильвии он проиграл с плитом И вот, последнее поражение Поражение Комару Усману Опять же, достаточно топовому и скилловому бойцу Помимо этого, в UFC он всех выиграл Причем, тут надо отметить, что оппозиция у него была весьма-весьма неплохая Особенно вот в последних боях Выиграл Альберто Туменова, Висенте Люки Брайана Барберена Хоть и, ну, по сути, Туменов, вот Люки достаточно такие хорошие скальпы Особенно Люки Леон Эдвардс, ну, достаточно развитый боец В стойке себя чувствует нормально Но вот борьба у него прям на хорошем уровне Также отмечу его неплохое кардио И, ну, в принципе, в целом я его считаю очень топовым, что ли, бойцом для UFC И, я думаю, для любого соперника очень, скажем, опасным и сложным Ну, а что касается Питера Субботы 31-летний боец На данный момент имеет рекорд 17-5 в UFC У него на данный момент 5 боев И вот единственное поражение он потерпел от Кайло Ноука По-моему, Ноука ему по корпусу пробил Здесь уже, правильно, Андрюх, я вспомнил? Да, пробил по корпусу Причем такой лоховский удар какой-то Ну, видимо, нащупал точку G, как у Циркова Да-да, очень, знаешь, проникновенный такой удар получился Ну, а выиграл он Павла Павлока, Стивена Кеннеди Ну, и крайние два боя Николас Долби, Бен Сандерс В общем, ну, не знаю, как бы по оппозиции Очевидно, тут достаточно большая пропасть у парней И мне кажется, что по навыкам тоже Я здесь, как бы, отдаю предпочтение Эдвардсу И, Андрюх, ты что думаешь сам? Я, наверное, тоже отдам предпочтение Эдвардсу Не столько за счет его навыков Сколько за счет того, что он постоянно развивается И максимальный свой потенциал еще не показал У него были определенные проблемы с борьбой в начале карьеры Но очевидно то, что он все более и более совершенствует эти навыки И приятно наблюдать за его развитием У Субботы, в принципе, нет слабых сторон Этот боец также развивается Но в данном случае он является прекрасным борцом Прекрасным грейплером Но неплохо подтягивает свою стойку Что он и показывает в последних своих боях Когда избил Николаса Долби И нокаутировал Бена Сандерса В общем и целом Я думаю, у Леона Эдвардса будет небольшое преимущество в скорости И в контрпанчах Когда дело дойдет до стойки И некоторые, я не знаю Для меня главным вопросом остается Сможет ли он защищаться от всех тейкдаунов Субботы И, по большому счету, я думаю Это и предрешит исход поединка Потому что Если Суббота сможет ему проводить Хотя бы половину попыток тейкдаунов То у него отличные шансы забрать бой Плюс ко всему мы видели то, что Эдвардс пропускает удары Он пропустил серьезнейший удар от Барбарены Во втором раунде И едва не ушел в нокаут от него Так что здесь тоже стоит быть осторожным И не заигрываться Поскольку Суббота ударить может Мы это уже видели В общем, в целом Выделил бы небольшим фаворитом Эдвардса Думаю, букмекер выставит Что-то около 1,6-1,7 на него И считаю такой коэффициент По делу оправданным И бой достаточно близким Как-то так Ну да Скорее всего достаточно близкий И коэффициенты я тоже полагаю Что достаточно близкий будет В пользу Эдвардса, естественно Субтитры создавал DimaTorzok